МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСА У ЯХОВЫ НА ВОКОЛЬНОГО СЯРОДЗЯ ПАДВЕВ ВЫНИКИ РАБОТЫ ЗА МЯНУЛЫЙ ГОД ПАДДЯКА ЗА НЕБЫЯКАВАСТЬ ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦИЯ ЧЕРВОНОГА КРИЖА УЗНАГОРОДІЛА ВОЛАНТЕРОВ, ЯКИЙ ДОПАМАГАЛІ ЛЮДЯМ У ПУНТАХ АБАГРЕВУ. А ЗАРАЗ АБГЭТЫМ ИНШИМ БОЙШ ПОДРАВЯЗНА. ПАГУТАРАЦЬ ПРА САМАЯ ВАЖНАЯ У СТУДЕНТА У ГДУМЯ ФРАНЦИСКА СКАРИННИ СЩОНЯ БЫЛА УНІКАЛЬНАЯ МАХЧИМА ЗАДАТЬ СВАІ ПЫТАННІ ПРЕЗДЕНТУ БЕЛАРУСІ АЛЕКСАНДРУ ЛУКАШЕНКУ. КЕРАВНІК ДЕРЖАВОЇ ООНЛАЙН-ФАРМАТІ ПАГУТАРАЦЬ ПРАДСТАВНІКАМИ СТУДЕНСТВА И ПЕДАГОГАМИ БЕЛАРУССКИХ ВНУ. ОБТЫМ, ЯКИЕ ПЫТАННІ ЦЕКАВИЛИ БЕЛАРУССКУЮ МОЛОДЬ, ДАВІДАЛАСЯ МАРИНА СІВЕРЯНОВА. ИНИЦИАТИВА ОРГАНІЗАВАТЬ СУСТРЕЧУ С ПРЕЗДЕНТАМ ПРАГУЧАЛА ОТ СТУДЕНСТВА. БАКАБ АХАПІТЬ ЯКМАГА БОЛЬШУ АУДИТОРЮ, БЛО ВЫРАШЕНО ПРАВІСТІ ДЕЛОГ У МІНСКУ БЕЛАРУССКИМ ДЕРШ УНІВЕРСИТЕТІ. ПРАДСТАВНІКІ ЯШЕ ПЯТІ ВНУ З КОЖНЕГА РЕГЮІНА ЛУЧИЛІСЯ ДАГУТАРКІ ПРАЗ ВІДЕОСУВЕСЬ. СПАЧАТКУ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКА ВЫКАЗАУ СВАЕ ДУМКИ НАКОН СІНІШНІГА СТАНУ СПРАУ ДЕРЖАВЫ И ЕЄ ДАЛЕЙШЕГО РАЗВІЦЯ. А РОЛЯ МОЛАДЦІ ТУТ АДНА З ЦЕНТРАЛЬНЫХ, ПОЧНАЮЩЮ АДУ ЗВАЖЕНАГА ПОГЛЯДУ НА ПОЛИТИЧНУЮ СІТУАЦЮ, ДА ГАТОНОСТІ БУДАВАЦІ И ПРЫ НЕАБХОДНОСТІ ОБАРАНЯТЬ БЕЛАРУСЬ. УТЫМ ЛИКО ОД УНУТРЕННЫХ И ЗНЕШНІХ ПРОВОКАЦИИ. НИХТО НЕ МАЯ ПРАВА РАЗБУРАТЬ ТРИВАЛЫ ПОДМУРАК, НА ЯКИМ ТРИМАЦЄ НЕЗАЛЕЖНІЦ КРАИНЫ. РАШЕНИ НЕКОТОРЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ЗАРАЗ ПАД ПРИКРЫТИМ ПОЛИТИЧНОЙ СИТУАЦЇ ШУКАТЬ В ПРИТИЛКУ ЗА МЯЖОЙ ЧАСТО ПРИМАЦІЯЮ ПОД УПЛИВАМ ЕМОЦІЇ. А ПОТУ МОЛОДЬ ШКАДОЕ ЖЕДА ВЕРНУТЬСЯ ДОДОМУ. Я ПРОЕХАЛ ВЕСНИК. Я ВИДЕЛ МИР, НАЧИНАЮ ОТ АФРИКІ, ІНДІЇЇ, ІНДОНЕЗІЇЇ, Я ОТ ПОЮНКУ ПРОШЁЛСЯ. В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ, НИЖЕ ДАЖЕ ВЕНЕСУЭЛЫ, БРАЗИЛИЯ, ІТА ДАЛИЯ ПРОДВИНУТЬ, Я УЖЕ НЕ ГОВОРУ, США, РОССИЯ, ТАМ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕВРОПА, ІТА ДАЛИЯ. ЛУЧЬ НИГДЕ НЕТ, ОТОМУ, ЧТО ЭТО СВОЁ. І ЧЕМ ВЗРОСЛЕЕ ВЫ БУДЕТЕ, ЧЕМ БОЛЬШЕ ВАС БУДЕТ ТЯНУТЬ В ТОТ ДВОРЫК ГОРОДА МИНСКА, В ТОТ КЛОЧОК ЗЕМЛІ, ГДЕ ВЫ ВЫРОСЛИ, МОЖЕН БЫТЬ ДЕЛЬВУШКА, КАКОЕ-ТА СЕЛО ИЛИ АГРОГОРОДОВ, НЕ ТОРОПИТЕСЬ ТЕРЯТЬ СВОЁ. СВОЁ ВСЕГДА ЛУЩЕ, ЧЕМ ЧУЖОЕ. Президент выказался за право кожного иметь свое меркование, але огуршивать его треба конструктивно, без расхистывания обстановки в Украине. В уголе диалог президента с молодью примусил задуматься еще раз об самых важных для Беларуси вопросах и расставить необходимые приоритеты. И молодь, которая принимала в делу с встречи, отгукается на это. Об этом свечить вопросы студентов, об уделе молоди в громадско-политическом жизни страны, об поддержке державы и проектов и инициатив, формировании для этого специальных фондов метового капитала. Цекавилися студенты и тем, як выявить и сформировать лидерские якости, які допомогуть удалейшим занять керуючие посады. Закранули темы волонтерского руху. Студенты пытались, где зараз потребуется допомога волонтеров. И президент выказался за створение реестра добрахвотников, яке на сам речь потребное державе, особенно в пиковых ситуациях. Например, как это было в пандемии. Погутрили и о будущем Белорусского республиканского союза молоди. Александр Григорьевич, в сентябре нашему союзу молодежи исполняется уже 19 лет. Совершеннолетняя организация – это большой путь становления проб, ошибок, развития, но никогда не предательства. Сегодня мы, молодежь, как никогда чувствуем в себе силы сделать все для развития своей страны и молодежи. С первых дней создания БРСМ, Александр Григорьевич, мы чувствуем вашу поддержку и стараемся никогда не подводить вас. Но многим преданность, ваша преданность нашей стране, в которой мы живем, не дает покоя. Вопрос серьезный. Скажите, нужна ли в Белоруссии массовая молодежная организация с патриотической направленностью? Либо же, как предлагают оппоненты, разбить выстроенную молодежную систему, разбить БРСМ на локальные группировки по интересам. Белорусский Республиканский Союз молодец ни в якем разе нельзя дробнить, отказывая президент. Але организация все же потребует изменений. Наприклад, можно провести ребрендинг. Так само БРСМ требует наделить больше серьезными полномодствами и, соответственно, повеличить отказ на сей активу. Это повинно повысить доверие до молодежных объединений. Ещё одна пропонова – затвердить уластный белорусский День студента. И да и Александру Лукашенко сподобалось, ей обовязково реализуют заповню керовник державы. В уголе литерально усе пропонова, яке прагучали подчас виртуального диалогу, Александр Лукашенко подтримал и одразу дал ответное доручение. По его мерковании студенты, яке агучвали те и другие идеи, так само будут удельничать у их реализации. Диалог, яке продолжился каля трех с половых один, отримался с мястоуным, цикавым, эмоциональным. Поделились после завершения его удельники. Вопросы и ответы, которые задавали студенты, отвечал глава государства, это все было на злобу дня. Думаю, что данная встреча оказалась полезной. Важно сейчас выстроить нашу новую работу так, чтобы мы ее могли сохранить и только приумножать наш потенциал, наш капитал, созданный в нашей стране. Хоть встреча проходила в дистанционном формате, но эмоции были как вживую, непередаваемые. Это первый опыт в таком формате, поэтому я думаю, что все прошло хорошо. Было интересно послушать и вообще посмотреть, как проходят такие мероприятия. Было важно услышать то, что нужно заботиться о своем будущем уже сейчас. Сейчас делать то, что мы сможем потом пожинать в старости и то, что останется нашим детям. Для меня такой вопрос очень интересный прозвучал про празднование Дня студента, конкретно в Беларуси. Поддерживаю эту идею. Вы снова беларуские студенты ожидают не только учиться и отримливать свои дипломы. У большинства это юники и девчата, которые мкнутся удельничать в громадско-политичном житии краины, развиваться, творче расти. Молодь – это самое качественное, что мы имеем, выполнена Александра Лукашенко. И с этим складано не погодится. Марина Севриянова, Валерий Хапанько, телеродо и компания «Гомель». В последнюю неделю студента традицина означается День беларуской науки. До этой подеи гомельскими облывыконками промерковали урошистый сход и узнагороджение выдатных действий науки. На доходящий святый раз подкресливая роль у навуковцев и инноваций в развитии громадства. При этом сегодня до науковой деятельности мают дошенения не только специализованные институты, но и все вышедшие научные установки. Только в нашем регионе это тысячи человек, которые занимаются соправдой за потребованной справой. За свои доследования и выноходницы 21 талиновитый ученый отримал гоноровые грамоты, подзяки и премии. Сейчас мы вводим ультразвуковое исследование легких, которое действительно безопасно поможет пациентам, поставить диагноз интертициальных поражений, изменений в легких при COVID-19 инфекции. И пациенты получат возможность не переоблачаться, и мы можем их смотреть динамически, контролировать. И эффективность очень высокая этой методики. Поэтому, конечно же, на нашу службу возлагаются тоже большие надежды, и мы, в свою очередь, очень много трудимся. Патрымка фундаментальной и прикладной науки – это один из векторов развития державной политики. Например, в минулом году на развитие вытворчих или новых лабораторий инновационный фонд Гомельского облаконка манакеровал 3 миллиона рублей. Все лето финансование выделить на лабораторию в Медицинском университете, коля 850 тысяч рублей, и еще коля 700 тысяч на поддержку сельгазмашинобудовництва и металлургии. Кто-то в лаборатории придумает технологию, кто-то на практике ее внедрит. Жизнь не стоит на месте, научно-технический прогресс движется семимильными шагами. Поэтому нашим ученым предстоит много решать и текущие пятилетки вопросов. В первую очередь это суперконденсаторы для того, чтобы мало создать, скажем, электромобиль или это грузовой электромобиль. Это вопрос накопителя, который должен заряжаться очень быстро, по аналогии, как заливается дизельное или автомобильное топливо в бак. В субботу 30-го студента пройдут промы и телефоны линии с представниками местовой улады. На питание Джахарова региона откажет наместник старшини Гомельского облвыконкама Андрей Конюшка. Звернуться до него можно по номере 33-12-37. Так само промы и линью проведет керавник справ Гомельского облвыконкама Алексей Васюченко. Телефон для совести 33-07-62. Час с 9 ранницы до полдня. Областный комитет природных ресурсов и оховы новокольного осяродя подвел выники работы в минулом году. На коллегии присутствовал наместник министра Галинового министерства Александр Корбут. Усе доведенные на 2020-й показчики комитет выконал. Великая работа проведена по доброму порадкованию и озеленению территории. За два минулых года в области высажено больше за 250 тысяч древ и кустов. Протягиваются мероприемства по ликвидации мини-полигонов твердых коммунальных отходов. В 2020-м закрыты 47 таких объектов при задании у 33. Деющих засталось аусяго 45. Гомельская область – лидер по здобыванию за отходы у другастных материальных ресурсов. Самые высокие показчики в Чашарском районе. У планах на ближайшие пять годов наладить выкористание отходов для вытворчасти тепловой и электричной энергии. Одно из головных – пытание участения поветра. Проблемы назираются у первой шаргу в буйных промысловых центрах – Гомеле, Жлобине, Светлогорску. Гомельская область – это, конечно, у нас промышленный регион. И мы прекрасно понимаем, что мы продолжим работу непосредственно по Жлобину, по Светлогорску, по самому Гомелю. Для того, чтобы граждане действительно чувствовали непосредственно чистый воздух и смогли свободно дышать здесь чистым воздухом. На сегодняшний день выбросы от стациональных источников нас уменьшился в целом по Республике Беларусь, так и в целом по Гомельской области. Наблюдается увеличение выбросов, конечно, от нестациональных источников. Понятно, что на сегодняшний день автомобилей становится в Республике больше, загазованность в городах. В Комитете Гомеля в Алмайомосте мерковали работу с майомостью, которая не выкористовывается за минулый год. В 2020 году в регионе прошло 53 аукционы, 16 из них были электронными. Продадено 13 арендных объектов о гульной площади в тысячу квадратных метров. Для поддержки малого и среднего бизнеса в Красавику минулого года был принят указ о поддержке экономики, которые предуглеживают льготы по аренде помешканью. За первый день не указая льготами скоростались больше за 200 субъектов господарения. С их 86,5% – организации приватной формы властности. Огольный объем поддержки склав больше за 83 тысячи белорусских рублей. Еще один способ вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества – это передача объекта инвестору для реализации инвестиционных проектов. Горорой сполкомы выбирают такие объекты для определенных целей мероприятий, размещают на своих сайтах, презентуют на различных инвестиционных форумах, также публикуются в каталогах. Потенциальный инвестор рассматривает, в дальнейшем направляет свои предложения, значит, либо орган управления облсполкома. Если пакет документов проходит все согласования, собственникам принимается решение о безвозмездной передаче данного объекта для реализации следующего инвестиционного проекта. Электродомы и квартиры с газовыми котлами, высотки у самых малявнейших мястинах Гомельского района, будавнейшие перспективы поселков и агрогородков. В неделю телеглядачу ждет новый выпуск программы «Великая будовля» на телеканале «Беларусь-4». С дымочной группы побывала в ученках, где растеет еще один новый микрорайон. Побывала в юбилейном, яке заявлено на республиканский конкурс название лепшого белорусского поселка. Завитало у арендный дом у большевику, у яким плата за проживание вельми приемно здивила. А я еще поглядели, як выглядяя адресторованный дом культуры Гомельского района. Об этом мы не только глядите у черговом выпуску «Великой будовли» 31 студеня у 19 годин 45 хвилин. Гомельская областная организация «Червоного крыжа» подяковала волонтерам, які допомагали людям у пунктах обогреву по час студенских морозов. На протягу пяти днен я надежурули у палаточном мини-лагеры. Сустракали и кормили людей без пыльного места жихарства и инших грамадян, які потерпели у вынику экстремально низких температур. Дякучи этому, отрымалось обогреть омаль 500 человек. Каля 50-ти скорысталися махшимостю нашлегу у морозные ночи. Кожный волонтер, який был заденешен у зимовой операции, отрымал падяку и сувенир. Я никогда не думал, что такое случится в моей жизни, что я буду там стоять, я буду помогать людям. И первый раз, когда видел женщину в возрасте, по ней было видно, что она замерзла, и она бы никуда не дошла сама. Она бы, скорее всего, погибла. И когда мы оказывали эту помощь, я просто преисполнился в себе. И я понимал, что я должен там быть, поэтому на морозы там, то, что ночью, это все было не страшно, я должен был помогать. Что я там должен был быть, я был на своем месте. Всего за время нашей операции мы задействовали 49 выходов волонтеров. Это значит, некоторые волонтеры один раз вышли, некоторые волонтеры два-три раза. У нас доходили выходы волонтеров до пяти раз за пять суток. То есть считайте, что человек где-то либо дежурил 12 часов, это в две смены был, либо он просто каждый день нас посещал. Есть волонтеры, которые три ночи подряд дежурили и проводили время в палатке, смотрели за порядком и согревали людей. Выставочный проект «Заомани парк» открылся у картины галереи Гаурилла Вашенки. На им представлены приватная коллекция могилевского нумизмата Вадзиса Красовского. Экспозиция уявляет собой симбиоз живельного света и грошовых одинок. У галереи пропонуют поглядеть на их подыншим вуглом. Выставочный проект демонстрирует не только мастацкость грошовых знаков, а и несет в себе познавальную мету. Оригинальный формат уявляет собой нестандартный зоопарк, цикавый как дорослым, так и детям. Я вообще художник, живу тем, что я рисую, создаю, творю. А это как бы мое увлечение с детства. Я увлекался коллекционированием монет, мизматикой. Ну и в какой-то момент я решил определенную тему выбрать, то есть это животное. И так как я, еще раз говорю, творческий человек, я художник, я хотел показать эту выставку немножко под другим углом. То, что их в живой природе, скажем, фотографировал монеты, и тем самым хотел привлечь внимание людей к образу животных на монетах. Коллекция Вадиса Красовского наличия больше за 400 одинок. На выставе в Гомеле проставлено коля 100. Я не знаю мать глядачу с разностайностью монетного света, где каждый экспонат – это не только номинал и герб, но и некая пригожая живела. Это и другие новины. Информацию о проектах Толярады компании Гомеле вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресе www.cvergomel.by. На этом выпуск завершено. Всего доброго и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гомоля. Здравствуйте. Обильные осадки в виде снега поспособствовали ряду происшествий в Гомельской области. Ситуация усложнилась на дорогах региона. Только за сегодня два ДТП с пострадавшими. Ситуацию прокомментировал заместитель начальника управления ГАИ Сергей Бондаренко. Если говорить про сегодняшний день, сегодня уже произошло два дорожно-транспортных происшествия. Одно на территории Гомельского района, где водитель не учел погодные условия и выбрал неправильную скорость. Совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем. И в Светлогорском районе, где водитель в таких погодных условиях, опять-таки не выбрав безопасную скорость, при этом используя на транспортном средстве летние шины, совершил дорожно-транспортное происшествие. Погодные условия могут быть разными, но причина всегда одна. Нарушение правил, либо выбор небезопасного стиля вождения. В Гомеле накануне водитель на Вольво сбил 24-летнего пешехода. Молодого человека доставили в больницу. Пострадавший переходил перекресток на зеленый, но автомобилист не уступил дорогу. Следующее ДТП было в Чечерском районе, но здесь уже есть нарушения со стороны пешехода. Он был пьяный, шел по обочине загородной дороги без световозвращающих элементов на одежде. Для него все закончилось госпитализацией. Обстановка такая, что в первую очередь безопасный выбор скорости. В первую очередь. Какие погодные условия не были, нужно рассчитывать скорость не исходя из того, какой максимально допустимый предел разрешен правилам дорожного движения, а исходя из того, чтобы водитель мог безопасно и уверенно вести свое транспортное средство и мог вовремя отреагировать на появление опасности на пути следования и остановиться при необходимости. К происшествиям по линии МЧС обильный снегопад не привел к чрезвычайным ситуациям. За прошедшие сутки зарегистрирован только один пожар. Это произошло в Петриковском районе. В деревне Кашевичи пострадала хозяйственная постройка. Вероятная причина возгорания – нарушение правил эксплуатации печи и теплогенерирующих устройств. Упал в колодец глубиной 12 метров и не пострадал. В деревне Глинище Хоникского района спасатели помогли достать кота. Накануне в МЧС обратились хозяева дома с просьбой спасти их питомца. Работники экстренной службы прибыли на место и вытащили кота при помощи веревки и ведра. Можно сказать, зачерпнули его вместе с водой. Животное не пострадало и в ветеринарной помощи не нуждается. В связи с причинением телесных повреждений и нанесением вреда имуществу устанавливается личность мужчины. Вот фотография этого человека. 17 января в кафе на улице Рогачевской 2 в Гомеле данный мужчина, со слов милиционеров, причинил телесное повреждение гражданину. Если вы узнали данного человека или владеете иной информацией по данному факту, просим сообщить по телефону, указанному на экране. Продолжаются поиски рыбака, который провалился под лед в Реческом районе. Накануне в 10.40 от рыбаков поступил сигнал в МЧС, что на старом русле реки Днепр, вблизи деревни Красный мост, на их глазах при передвижении по ледовому покрытию провалился и ушел под лед мужчина. Рыбаки пытались приблизиться к нему, чтобы оказать помощь, но сделать это не смогли из-за тонкого льда. К месту происшествия прибыла маневрена поисковая группа Гомельской областной организации «Освод». Используется аэролодка «Пирания». В настоящее время идут поисковые работы. Найдены личные вещи рыбака, но тело еще не обнаружено. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. Победили в очередной игровой день в экстралиге. Рыси принимали на своем льду Могилев. Хозяева забросили в гостевые ворота по шайбе в каждом из периодов. Отличили Серевенко, Попов и Скоринов. Венкевич своим точным броском лишь слегка подсластил пилюлю для Могилева. 3-1 победа Гомеля, который теперь отстает от лидирующего тандема «Шахтер-Юность» на 4 очка. 30 января «Рысям» играет с Оршанским локомотивом, который ни с чем уехал из Жлобина. Столевары без проблем разобрались с гостями. Шайбы Тополя, Мехнова, Летова и Спата обеспечили победный результат 4-1. «Металлург» в турнирной таблице 5-й. До «Динамо-Молодечна» 8 очков. 30 января «Жлобенчанам» играть дома с Могилевым. Гомельское дерби в очередном туре первой лиги мужского чемпионата Беларуси по волейболу. «Газовик» принимает с душер энергия. Игра пройдет 30 января в локомотиве. Начало в 16.00. В дивизионе «Б» женского чемпионата Беларуси в субботу играют оба представителя нашего региона. «Гомельская надежда» встречается в Минске с «Зургор-2006». Фарм-клуб «Жемчужины Полесья» ждет в гости «Цорь-прибужье». После паузы возобновляется мужской чемпионат Беларуси по гандболу. У «Гомель» 30 января дома играет Смешков-Брест. В женском чемпионате дуэль лидеров. БНТУ принимает «Гомель». В первом круге команды встречались в «Гомеле» в декабре. Победу праздновали хозяйки 29-22. Сборная «Гомельской области» победила в командном зачете чемпионата и первенств. В Беларуси по легкоатлетическим многоборьям. Состязания проходили в нашем областном центре. На пьедестал почета поднимались четыре спортсмена, представляющих наш регион. В состязаниях юношей победил Андрей Максимов. У гомельских юниорок две награды. Сереброва Александра Ковалева и бронзову Александры Бондаревой. У женщин лучшую сумму показала Яна Максимова, выступающая за Гомельскую и Витебскую области. В итоговом протоколе командного зачета вслед за Гомельской расположились Могилевская и Гродненской области. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.